МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зараз у регионе иде массовая уборка гэтай бобовой культуры. Разумные каникулы. Больш як 9 тысяч гомельских школьников змогуть отпадшить гэтым летом у лагерах. Свято-пажарные службы. Выратовальники рыхтують конкурсы для гостей и обяцают показать водную феерию. А зараз об гэтым и іншым больш подрабязно. Сюня у Гомеле проходить региональный семинар Министерства информации Беларуси. У центра уваги работа мясцовых СМИ, их роля у развития Гомельской области. У делу мероприемств приймают представники Министерства информации, а так само журналисты, идеологи и новоколцы, які займаются проблемами сучасной журналистыки. Семинар довольно представничный. Он собрал около сотни специалистов из всей Беларуси. До этой годины они наведали редакцию газеты «Гомельская правда» и телерадиокампанию «Гомель». У этой хвилины идти обмеркование головной темы встречи – информационного забеспечения социально-экономичного развития в Гомельской области. Подрабязный материал глядите в нашем наступном выпуске. Протягиваем выпуск. Ставка рефинансования с сегодняшнего дня страчивает еще один пункт. Сейчас она складает 12% годовых. Это уже шестое снижение этой величины с начала года. Для принятия такого решения правление Нацбанка проанализовало тенденции у экономицы, внешнем секторе и грошово-кредитной сферы. Выники оказались остановшими, что у тым лику подтверждается захованием на низком узровне инфляции. У червяне у годовым выражений она склала около 6%. У Беларуси скоротели страховый стаж, для некоторых категории насельництва. Змены, продугледженные президентским указом, які уступить усилу с 1-го жнивня. Зменшили период страховых выплат для громадян, які доглядали инвалиды 1-й группы або дитя-инвалиды во узросте до 18-ти годов. Яны будут иметь право на апрацованную пенсию по узросте при наявности не меньше 10-ти годов страхового стажу. Агульный стаж працы при этом повинен складать не меньше за 40-ти годов у мужчин и 35-ти годов у женщин. Протяглость стажу працы с выплатой обовязковых страховых узносов так само заменшаются для громадян, які не меньше за 10-ти годов проходили военную службу, але не мают право на пенсию по законодавстве о пенсийном забеспечении военнослужащих. Право на апрацованную пенсию по узросте яны отримают при наявности не меньше за 10-ти годов страхового стажу и агульного стажу працы не меньше за 25 годов у мужчин и 20 годов у женщин. В 2017 году пенсии назначаются при наличии страхового стажа не менее 16 лет. Ежегодно эта планка повышается до достижения 2025 году 20 лет. Указ 233, который вступает в силу с 1 августа 2017 года, он нацелен на повышение уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые занимались длительный период социально значимыми видами деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемое назначение пенсии страховой стаж, поскольку им назначается социальная пенсия в настоящее время. Сегодня у Гомеля отбылась рабочая встреча представников Белорусского товариства и Международного комитета «Червоного крыжа». На парадку дня запуск суместной программы по оказанию допомоги переселенцам з Луганской и Донецкой областей Украины, які знаходятся на территории Республики Беларусь. Программа микроэкономичной инициативы накеравана на створение для переселенцев обмахчимостей для заработки, початку нового або поширения иснуючего малого бизнеса. Мы оказываем финансовую помощь нашему партнеру Белорусскому Красному Кресту, который, в свою очередь, будет осуществлять закупку тех или иных вещей, которые необходимы для малого бизнеса этих перемещенных лиц. Это гранты до 800 евро. Разумеется, это может быть все, что угодно на эту сумму, от агропроектов каких-то до проектов в сфере торговли или же малого производства, когда человек что-то мастерит и продает, что в последнее время очень популярно. Вероника Ворошилина просачила шлях горошку от поля до консервовой бляшанки. На полях к Субрыльёва уборка перейшлась за экватор. Тут собрано больше как 530 тонн горошку нового уроджая. Что дня на поле выходят комбайны, призначенные специально для сбора этой культуры. Техника одразу вымолочивает струки, покидающую суцельные горошины. У день тут сбирают примерно 30 тонн. Горох культура довольно капризная, тому потребует от агрария уж мотступенного догляду за ее. В первую очередь эта опрацовка рослины от шкодников, что, до речи, никак не вплывает на корыстные властивости кончаткового продукта. Приходится ротовать пассивы от засухи. У выннику уроджайность Уксу Брыльёва сё лето складает колесо 70 центнеров с гектара. Присяры днеобластным по кашуку у 46. Вносим минеральные удобрения, средства защиты и в борьбе с болезнями. Комплекс работ, который позволяет нам получить эту урожайность. То есть 70 центнеров с гектара – это мировой уровень. Если взять, например, то же самое Чехии, где мы покупаем эти семена, у них урожай на 70-80 центнеров с гектара есть. Но у них земли получше, у них климат немножко помягче. Поэтому для Белоруссии именно благодаря этой технологии мы получаем самый высокий урожай, будем говорить, в Белоруссии. Каб захавать свежесть и якость собранного урожай, я его одразу накировываюсь на консервацию. У Брыльёва размещенный уластный консервовый завод. Залеченные хвилины с палетка у горох трапляя на разрузочный конвейер. А затем проходят шерох манипуляций от мойки и бланширования до закатывания у бляшанки. На каждом этапе ведется контроль продукции, каб доспожилца я надойшла максимально якостной и смачной. За сутки с конвейера с уходить коля 100 тысяч консервовых бляшанок. В этом году мы планируем выпустить более трех миллионов условных банок консервной продукции и заборозить 50 тонн горошка. Потому что у нас помимо горошка идет и другие культуры овощные морозим. Но вот одной из составляющих является и горошек. Можем продавать его как монопродукт или делаем смеси быстро замороженных овощей, куда входит состав зеленых горошек. В Сюлиторе ее не плануется убрать зеленых горошек с больших 750 гектаров. Урожай уже собрали амаль с 300. Что складает 40% до плану. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, Телерадоя, Кампания Гомель. Больше 9 тысяч гомельских школьников смогут отпочить гетым летом у лагерах в рамках программы «Разумные каникулы. Гомельское лето». Гэта на паусотні больше, чем у минулым годзе. Большая з дятей будуть наведывать лагеры дзеннага знаходження. Все лето их працуе амаль 200. Кожны мае пэлный профиль. Например, военно-патриотичный, туристка краезнавший. Те спортивно оздоровленший. Адукацыйные проекты реализуются суместно с правоохолными органами, громадскими организациями, установами культуры и спорту. Тысяча хлопчиков и девочинок с корыстью проведуть час у лагерах працы и отпочинку. Программа «Разумные каникулы. Гомельское лето» продуглеживая працованные проекты по другостной занятости, работу у бригадах по добропорадкованию и озеленению, проведении туристичных и экологичных взлетов. Так само поширена сетка межрайонных и межшкольных лагеров. До их работы долучились больше за 60 ведомств и организаций. В нашем лагере отдыхают дети из четырех школ, с нашей и с близлежащих школ. Восьмичасовой режим работы лагеря с 8 до 16.00. Детки приходят к нам к 8 и они живут по режиму. День и ночь начинается очень бодро, с зарядки, потом и перетекает у нас в завтрак и в мероприятие. Родители с большим удовольствием пишут заявления и желают, чтобы их ребенок даже хотел не один месяц, а два и даже три месяца. Гомельчанин Геннадзь Караткевич стал переможцем чемпионата по спортивным программаванне «Яндекс.Алгаритм». И он правильно вырешил четыре задачи из шести, пропонованных за две годины 29 хвилин. Караткевич выиграе ГТС-поборненство уже у четвертый раз. До этого он займал первое место в 2013, 2014 и 2015 годах. На перед дни дня пожарной службы в субботу, 22 липня, на плясце Калялядового палаца в Гомеле пройдут святочные мероприемства. Воротовальники продемонструют махшимость специальной техники и обсталявания. На гульнявых и конкурсных плясоках будут разыграны сувениры от супрацовников МНС. Так само организаторы обьяцают проведение водной фееры для возера на супрыць Лядового палаца. Супроводжать мероприемства будут концертные номары. Распочнется свято у 11.01. Кто в доме господар? Мы – это предприемства жилево-коммунальные господарки. Это питание сегодня обмеркуют гости программы «Добрый вечер, Гомель». Как побудовать детскую плясоку? Как экономить воду и электроэнергию? У промым эфиры думки, парады и рекомендации представников жилево-коммунальных господарки, водоканала и энергетиков. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до разговора. Номар телефона у студии – 37-519. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры «Спортывный агляд». З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.